В ближайшие 80 лет человечество ждет климатическая катастрофа. К таким выводам пришла IPCC, межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН. Изменение климата повлияет на все государства и все континенты и вызовет исчезновение городов и даже стран, гибель десятков миллионов людей от природных катаклизмов и сотен миллионов от голода. Почему климатическая катастрофа неизбежна? За последние 120 лет из-за деятельности человека и выброса парниковых газов среднегодовая температура на планете увеличилась на 1,2 градуса. Океан поглощает 93% парниковых газов и от этого нагревается, что вызывает таяние ледников и снежных шапок гор, повышение уровня моря, увеличение осадков. Именно поэтому за последние 50 лет значительно возросло число стихийных бедствий. По данным Climate Central, только в США ливни случаются на 30% чаще, чем в 70-е, а крупные лесные пожары случаются в 7 раз чаще. В 2015 году на Парижской климатической конференции бировые лидеры договорились о коллективных усилиях по сокращению выбросов в атмосферу к 2050 году, чтобы сдержать рост температуры. Рассматривались два сценария. Условно оптимистичный, если среднегодовая температура повысится до 1,5 градусов, и пессимистичный, при повышении до 2 градусов Цельсия. Что же ждет планету при этих сценариях? При повышении температуры до 1,5 градусов Цельсия 6% насекомых и 8% растений потеряют более половины своего ареала. Это повлияет на биоразнообразие и урожайность многих сельскохозяйственных культур. Исчезнет от 70 до 90% коралловых рифов, что увеличит ущерб от цунами и тайфунов, ведь коралловые рифы действуют как амортизаторы волн. 4% суши претерпит трансформацию экосистемы. Это повлияет на площадь сельскохозяйственных земель. 14% населения Земли будет испытывать экстремальную жару каждые 5 лет. Льды Арктики продолжат таять и раз в 100 лет вообще не будут замерзать. При пессимистичном сценарии повышение температуры до 2 градусов Цельсия уже 18% насекомых и 16% растений потеряют более половины своего ареала. Коралловые рифы практически полностью исчезнут. Раз в 5 лет экстремальную жару будут испытывать уже 37% населения Земли, а Арктика будет без льда каждые 10 лет, что приведет к таянию вечной мерзлоты и превратит тундру в газовые болота. Но в 2021 году оба эти сценария превратились в слишком оптимистичные. Климатическая группа ООН признала, человечеству не просто не удалось сдержать повышение температуры. Теперь к 2050 году ожидается ее повышение по сценарию от 2,6 до 4 градусов Цельсия. Это означает, что последствия для мировой экологии будут еще более разрушительными. Чтобы затормозить глобальное потепление, человечество должно пойти на огромные денежные расходы и жертвы в плане личного и общественного комфорта. Так что же надо делать? Первое. Прекратить вырубку лесов по всему миру, в идеале к 2025 году. Второе. Перестать сжигать уголь по всему миру, включая Китай, к 2035 году. Третье. Отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и перейти на электроавто в 2040 году. Четвертое. Перейти на чистую энергетику. То есть полностью отказаться от газа и нефти в 2045 году. Значительные надежды возлагались на климатический саммит в Глазго в ноябре 2021 года, куда съехались около 190 лидеров стран. Но без лидера Китая Си Диньпина, на чью страну приходится почти треть всех выбросов углекислого газа в атмосферу, и без Владимира Путина, главы одного из главных поставщиков сжигаемых углеводородов, мировые лидеры только пообещали себе прекратить вырубку лесов к 2030 году и сократить выбросы метана на 30% к этой же дате. Похоже, что на прорывные решения у человечества нет ни сил, ни денег, ни, самое главное, желания.